Просто первую часть твоей жизни тебе всячески говорят о том, что на самом деле никакой беспросветной жопы не существует. Есть друзья, есть близкие, есть те, которые тебе всегда помогут, там и так далее. То есть создается некий такой информационный шум вокруг тебя, который как бы влияет положительно на твою жизнь. И многие могут не понять то, о чем я сейчас говорю, особенно те парни, которые имеют каких-то друзей, людей, которые имеют стабильную там работу, коллеги какие-то окружают их. И для них эти слова покажутся каким-то пустым звуком, но это все проверится временем. Потому что стоит человеку потерять что-то, работу, там должность понизили, не знаю, какие-то неприятности, там что угодно может случиться с человеком, ехал на машине, сбил кого-то и посадили тебя в тюрьму. Ну то есть произойти может что угодно. То есть рано или поздно человек приходит к такому знаменателю, что он понимает, что вся та шелуха, которая его окружала в виде этих так называемых друзей, это есть просто эфемерная оболочка, которая не имеет никакой реальности. Ты остаешься всегда один на один. И с детства тебя, да, сопровождали этими тезисами, что вокруг тебя такой, значит, родители там тебе помогут, еще кто-то поможет. На самом деле нет. Ты никому не нужен, ни родственникам, ни тем более каким-то своим друзьям. Ну, конечно же, есть там сейчас те, которые мне скажут, что у меня мамочка, она души во мне не чает, и она вот единственный мой друг, и она всегда придет ко мне на помощь. Ну, до тех пор, пока ты слушаешься мамочку, попробуй не слушаться мамочку, веди себя в противовес ее желаниям, и я посмотрю, как ты будешь с ней взаимодействовать и каким ты будешь для нее другом. Делай просто не по ее. Вот, она хочет так, а ты так. И сразу же все встанет на свои места. Поэтому, если говорить о самовыпиеле, да, то вот такие унылые настроения, они, ну, как бы у человека должны тогда, по идее, быть сразу же. То есть, ну, родился, какая вообще, какая перспектива этой жизни? Да никакой, она кончится смертью. Все очень печально. Зачем тогда жить, если жизнь закончится смертью? Так вот, если мы говорим о верующих людях, то верующие люди, они, как бы, для них этот вопрос, вопрос одиночества, старости, он вообще не стоит. Потому что для верующего человека здесь все совершенно четко, спокойно, ясно и комфортно. Если человек не верующий, то у него начинается вот это метание. Ради кого, ради с кем жить, одиночество, вот эта всякая шарманка включается, и человек начинает метаться. Только на поверхности может показаться, что наличие бабы и детей, оно как-то обосновывает твое прозябание на этой земле. Но надо понимать, что старость, старость и рознь. Если ты ведешь там трезвый образ жизни, не употребляешь наркотиков никаких, не куришь, заботишься о своем здоровье, какие-то там устраиваешь пробежечки, питаешься какой-то более-менее здоровой пищей, стараешься себя вот так вот контролировать, да, свое здоровье, то в любом состоянии ты будешь чувствовать себя всегда уверенно. Поэтому это зависит сугубо от тебя, от того, как ты вообще смотришь на эту жизнь. Если ты смотришь на нее как сугубо на говно, типа твоя миссия на этой земле зарабатывать, жить ради бабы и ради детей, и если этот план не работает, то у тебя вообще бесперспективная какая-то хрень наступает, то, ну, у меня нету никаких погремушек, чтобы тебя развлечь, чтобы тебе сказать, что вот делай то-то, и тебе станет легче. Если ты сам такой настрой имеешь, если ты считаешь это великой потерей своей жизни, то решай эту потерю сам с собой. То есть думай над этим, проблема в твоем мозге. Потому что до, гарантированно, до 18 лет мы все, мальчики, живем совершенно спокойной, независимой жизнью, без всяких баб. И, понимаете, в этой связи у нас не возникать никаких комплексов, мы спим в одной кроватке, все прекрасно, денег у нас, как правило, бывает очень мало в детстве, да. То есть работать мы не можем, еще нас кто-то там гоняет. А тут ты живешь полноценной жизнью, ты сам себе хозяин. Смерть, она в любом возрасте достаточно некомфортная, я скажу так, и в старости, и в молодости. И, ну, представь себе такую картину, когда, ну, у тебя температура вот 38, да, лежишь, и часто бывают, посещают такие мысли, может быть, это наступил момент, да, когда мне уже пора в тот мир. И как это происходит? Ты просто лежишь, и наступает какая-то агония, и все тебе ни до чего, и ни до какого стакана воды, и все. Заканчивается эта жизнь на этой земле. Потому что жизнь, она как раз-таки делает нас сильнее. И пройти вот эти все сложности этой жизни, вот как раз-таки ее падение, вот это дно, когда ты остаешься один, когда тебя никто не поддержит, когда у тебя нет денег, когда у тебя нет работы, это тебя делает сильнее, в каком бы ты возрасте ни находился. И престарелая мудрость, престарелое такое вот взросление, оно достойно уважения. Вот когда ты встречаешь такого умудреного старца, который прожил всю жизнь, который может дать какой-то ценный совет, и на которого можно посмотреть, и сердце радуется за него. Это редкое явление, но это достойно уважения. А редкое явление в нашей стране, потому что с мужчинами борются. Что мужчин выкашивают. Мы просто не видим этих мужчин. Мы видим какую-то прозябающую массу аморфную, которая выпиливается там на бутылке, на каком-нибудь там табаке, еще на чем-то. Вот так это поработает. Поэтому одиночество – это высосанная проблема из пальца. И старость тоже. И жена, и дети к этому вопросу не имеют никакого отношения, наличие их или отсутствие.